Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Имею достаточно много знакомых с из-за своего факультета, всегда здороваемся, в университете более чем комфортно себя чувствую. В своей группе получилось завести хорошего друга, общаемся на разные темы, всегда интересно, также хорошее отношение с большей частью группы. Некоторые ребята время от времени дополняют нашу компанию, можем после университета куда-то вместе сходить и тому подобное, в столовой ем не один. Сам не являюсь зажатым или необщительным, спокойно выступаю с договором перед своей группой, нередко проявляю инициативу, когда кому-то требуется помощь. Но появилась проблема явная, которая стала после появления свободного времени на практике. Необходимо добавить, что сам из другого города, там очень много хороших знакомых, с которыми я интересно провожу каникулы и лето. Мне откровенно некого позвать гулять, никто не зовет меня. Мой университетский друг больше склонен провести время с давними товарищами из других городов в различных играх, поэтому я не уверен, что альтернатива ему понравилась. Хочется легкого общения и обоюдного желания куда-то сходить, что-то посмотреть, ждать, уставать, в общем, не бояться встречи с трудностями прогулки. Как-то в мою комнату общежития заселился новый парень, немного времени прошло, мы уже вместе готовили ужин, общались на общие темы, ходили гулять. Но его от нас отселили, ввиду переполненности комнаты. Он попал к ребятам из своей группы, группы, которая, как по мне, одна из самых дружных и активных, часто собирается, гуляет и т.п. И со временем новый товарищ, да, был при меня, и мы перестали общаться. Однажды был организован вечер факультета в Ловке, я позвал его вместе поехать на это мероприятие, предварительно зная, что он будет с новыми товарищами из группы. Вечер прошел более чем хорошо, мы вместе добрались до места, вместе ранним утром уехали на такси, я познакомился без проблем, общался со всеми на мероприятии, и хорошо провели время. Но после этого так никто из этой компании не вспомнил, и знал более меня на их совместные сходки. Очень обидно осознавать, что у меня много знакомых, но так и не нашлось человека, который может 3 часа ночи меня позвать гулять, и с которым бы мы смогли воплотить в жизнь даже самые безумные в хорошем смысле этого слова и геи. Как решение проблемы хотел завести отношения, но я считаю, что это неискренне и неправильно заводить отношения, чтобы проводить время с кем-то. Я хочу разобраться в этой проблеме и буду очень благодарен, если специалисты рассмотрят мое обращение и помогут с ее решением. Ну, вот как бы после прочтения вашего сообщения у меня возникло, знаете, такое чувство, как будто, ну, чувство зажатства какой-то. То есть, вы производите впечатление человека, в общем-то, достаточно, ну, позитивного в целом. Вот, позитивного, действительно, такого вот активного, то есть, я не думаю, не думаю, что вы не активны. Вот, но, тем не менее, я думаю, что вы немного зажат, это довольно сильно чувствуется. В общем, проявляется данная зажат. Ну, мне показалось, что речь идет о некой попытке контроля в вашей стране. Вот, с некой, мне показалось, что речь идет о некоторой такой, знаете, может быть, где-то вот такой вот неестественности. То есть, вы где-то вот как будто бы опасаетесь, особенно если речь идет о каком-то незнакомом для вас месте, да? То есть, вот, ну, ну, например, то, что вы из другого города, да, вот, это для вас место новое, это для вас место не ваше, как бы. Вот, и, соответственно, если вот речь идет как раз о незнакомом месте, то вы вот с некоторой настороженностью, значит, к этому можете относиться. Это вытекает вот из вашего, ну, скажем так, такого сообщения, да, из вашего рассказа, это вытекает. И, на мой взгляд, вот эта история вам немножечко мешает тогда, потому что, ну, вполне возможно, что люди, люди просто чувствуют некоторую напряженность, вот. Ну, некоторую вашу напряженность люди чувствуют, вот. И из-за этого могут как-то вот, ну, меньше, скажем так, вас воспринимать. А вы, соответственно, вы теряете в этом плане для себя возможность проявиться, да, как бы. То есть там, там, где бы вы, допустим, могли бы проявить, ну, проявить себя, вот. Вот. Потом вы себя, вот, получается, не проявляете, ну, не проявляете. Вот. К, ну, к сожалению. И отсюда, как мне кажется, и возникают ваши проблемы, что вроде бы вот вы ведете себя на самом деле активно, да, вроде бы вы со всеми приветливые, вроде бы вы проявляете активность, но в то же время вот некого подать. То есть ни с кем не получается сблизиться, так скажем, вот. Проблема. Проблема. С сближением. Возникает как раз именно, когда человек, вот, немножечко так себя, зажато чувствует. Вот. Ну, эээ, что еще мне показалось, да, в частности, мне показалось, что вы, эээ, как будто бы, вот, может быть, немножко, так, опасаетесь негативной оценки, да, как будто бы, вот, знаете, как, ну, побаиваетесь, что ли, может, может быть, негативной оценки. Вот, хотя это, тут вот, в данном случае понятно, что я могу ошибаться, потому что, эээ, не знаю всех деталей, и, может быть, я и не прав, эээ, говоря об этом, вот. Но, тем не менее, тем не менее, конечно, хотелось бы на это обратить ваше внимание. То есть, эээ, чувствуется у вас, эээ, у вас, эээ, чувствуются некоторые страхи. Вот. Эээ, чувствуется, что у вас, вот, эээ, ну, присутствуют некоторые опасения. И вот, эээ, с этим, как мне кажется, эээ, в первую очередь можно поработать. То есть, это, эээ, речь идет о психотерапии в данном случае. То, что вы могли бы сделать, эээ, сами, эээ, на мой взгляд, эээ, это, эээ, попробовать, немножечко, знаете, как, ээээ, отследить, ээээ, что в общении с, эээ, другими людьми, ээээ, вы, вы себе зажимаете. Вот. То есть, вот, эээ, ну, есть ли что-то, что вы себе зажимаете. Вот. Эээ, как бы, есть ли что-то, что вы, вот, ээээ, ну, как-то, вот, не высказываете, может быть, да? Ээээ, ну, не говорите, то есть, себя как-то, эээ, может быть, сдерживаете и так далее. Вот. Есть ли что-то, есть ли что-то, где вы себя ведете, эээ, искусственно. Вот. Есть ли такие моменты. Вот. На это, я думаю, можно обратить ваше внимание. Вы пишите о том, что вам, вот, ээээ, хочется, ээээ, совершать какие-то безимные, в хорошем смысле, вещи. Вот. Эээ, но, обратите внимание, да, что вы хотите, эээ, их совершать, эти безумные вещи, вы хотите их совершать с кем-то. То есть, как будто бы, вот, вы, эээ, сами, ээээ, да, не готовы их совершать. Вы, ээээ, в ситуации, когда вы оказываетесь, ээээ, среди людей, например, мало знакомых, допустим, или, ээээ, вообще незнакомых, ээээ, люди смотрят на то, как вы, эээээ, себя ведете. То есть, люди смотрят на то, что вы делаете, люди смотрят на то, как, как вы, ээээ, ну, вот, проявляетесь. Ну, вот, ну, в первую очередь. На это люди смотрят. Ээээ, ну, к счастью, или, или, к сожалению, мы здесь, в данном случае, понятно, оценивать это, пожалуй, не можем. Вот. Но, тем не менее, такая история происходит. Вот. И, соответственно, то, что вы, ээээ, в какой-то степени, больше, обращаете внимание на других людей, но не на себя, в этой, в этой ситуации, конечно, дается себе знать, как мне видится, по крайней мере. И, вот, эээээ, порождает, в общем и целом, ээээ, такой опыт, о котором вы пишете. Ну, я думаю, что у вас, в принципе, есть все основания сейчас для того, чтобы успешно вести свою активность, чтобы успешно вести свою деятельность. Вот, поэтому я вот, честно сказать, в этом смысле не знаю, можно ли говорить о терапии, да, можно ли говорить о психотерапии в данном случае. Поэтому вы попробуйте сами сделать вот то, о чем я сейчас говорю. И, соответственно, если у вас не будет получаться, да, то есть если вот, ну, если проблема сохранится, вот, то вот уже тогда, в таком случае, вам 100% нужно будет поработать с психологом, вот, выяснить историю, ну, историю, вот, выяснить о вашей жизни, да, смотреть, вот, какой у вас опыт и так далее, вот, посмотреть, какая у вас конструкция личности, вот, и исходя из этого уже подбирать какую-то коррекционную программу, да, какой-то вот, ну, коррекционный процесс, вот. Еще вот, знаете, я сейчас вам, вот, говорю, да, мне пришла в голову такая мысль, присутствует ли у вас зависть. То есть есть ли у вас элемент зависти, вот. На мой взгляд, это важно, потому что многие к зависти относятся негативные, а зависть, вообще говоря, это один из важнейших наших ресурсов для развития. То есть если вы чувствуете где-то зависть, если вы чувствуете где-то, ну, знаете, такую конкурентную борьбу ощущаете, что вот где-то есть вот эта вот, ну, конкурентность, скажем так, вот, то это нужно обращать в свой собственный ресурс, это нужно обращать в свою собственную мотивацию, вот. То есть очень, очень желательно, чтобы это вы делали, да? вот, а не боролись как-то с этим. То есть вот как это, ну, например, вот, на мой взгляд, происходит сейчас с вами, когда вы, возможно, стараетесь вести себя правильно. И, на мой взгляд, ну, местами, местами, не везде, но местами, мне кажется, слишком, слишком, знаете как, формально, вот. Ну, как бы, ничего хорошего. В том, по крайней мере, что вы будете себя обманывать, да, нет и быть не может. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь. نا 2.